всем привет ролики давно не выходили так как я болел сегодня у нас продолжаются обучающие ролики и сегодня мы будем с вами снимать блок стеклоподъемников на дверной карте погнали так как я уже говорил своих обзорах дверная карта у нас конечно же в сценики отвратительные потому что они вечно грязная то есть грязная вот это вот ткань чтобы помыть кто какие покупают средства я например их всегда очищу пенным очистителем но если вы пеной начинаете пырскать то блок стеклоподъемник у вас постоянно всегда мокрый затекает и краска с него сползает чтобы этого не произошло что делаем берем именно вот на водительской двери вот здесь поддеваем блок отщелкаем его и достаем так вот вперед все блок предохранитель у нас вынут далее что делаем берем обычный целлофановый пакетик блок куда прячем и для пущей даже надежности можем все это дело перевязать изолентой вот так делаем и все и теперь любой пенный очиститель пырская и не боимся что у нас что-то затечет все дай даем этому делу впитаться но не переборщу а потом почему не переборщу сейчас покажу на другой двери пассажирская дверь то есть как мы видим по ткани на пассажирской двери когда-то я переборщил с очистителем и ткань отошла от самой карты то есть это надо дело конечно же может клеем там подклеить чтобы вот этого не было что касается вот этого стеклоподъемника то его надо если мы водительский отсюда отщелкивали его надо наоборот отщелкивать отсюда я конечно все собираюсь купить пластиковые эти съемники вот так вот мы отщелкаем не боимся и стеклоподъемник достаем тоже пакетик закручиваем и вырискаем сюда чтоб снять задний стеклоподъемник покажи сюда здесь вот такая вот внутри заглушка ее снимаем и там будет у нас такой винтик под звездочку или шестигранник сейчас посмотрим уж точно не помню так вот такая заглушка там стоит ее подковернули достали показывают тут винтик стоит под звездочку это у нас торекс 15 ставим откручиваем вот у нас такой так винтик выкрутили достаем накладку просто вот так вот на себя ее тянем ну тут смотрим тут спереди короче надо тянуть задней части вперед потому что впереди стоит должен стоять уст такой типа как фиксатор туда но у меня он обломанный потому что я не знал как это снимать первый раз теперь знаю так привели немного божеский вид дверную карту почистили теперь ставим обратно стеклоподъемник сразу загоняем перед так вот тоже смотрим чтобы вот это вот ткань у нас залезла как так сказать под корпус и зад просто вот так вот защелка все идем на водительскую так почистили эту дверную карту для чего еще надо будет снимать данный блок стеклоподъемник в принципе все блоки доставать для того чтобы перепаять лампочки в данных кнопках подсветку кнопок я уже перепалил наверно раза три первый раз я впаивал лампочки но они во первых и плохо светят и светят желтым и кнопки самим по себе греются второй раз я перепалил на светодиоды но светодиоды были с без сопротивления не быстро по перегорали и уже третий раз а покупал нормальная хорошая светодиодные лампочки сопротивления все это дело перепаял и принципе работает уже больше года все ставим этот блок стеклоподъемников обратно то есть если там сразу вперед за соль здесь наоборот назад васова и здесь защелкаю все все на месте и покажу как в темноте светят кнопки данного блока перепаяны и вот как светится панель и вот как светятся кнопки стеклоподъемников перепаяны и в принципе не скажу что тускло или ярко так среднем ну кстати ярче чем кнопки на панели на самой то есть вот они все перепаяны это пассажирская дверь и это задняя правая дверь ну и левая соответственно точно такая же ну что вот такой у нас получился довольно таки коротенький ролик но надеюсь что он будет для кого-то полезный вообще пишите если вы что-то не знаете как в сценике втором сделать потому что я в этой машине уже кажется знаю каждый болтик винтик так что всем спасибо за просмотр подписываемся и следим за каналом всего самого наилучшего